Российские миротворцы специально удерживают армян в Карабахе. Армянское население необходимо России для присутствия их военнослужащих на этих территориях. Российские миротворцы, дислоцированные в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, пытаются предотвратить массовый выезд армян из Карабаха. Об этом стало известно из диалога двух армян, проезжающих к Палачинскому коридору. В размещенном на YouTube видеоролике журналист Нарине Киракосян и водитель рассказывают о том, как они проиграли войну, тайную борьбу за власть в Армении и жизни армян, проживающих в Карабахе. Согласно их беседе, выясняется, что российские миротворцы, дислоцированные в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, заставляют армян вернуться в Карабах. Российские миротворцы говорят нам, что вы должны вернуться, потому что если мы уйдем, здесь некого будет защищать. А это значит, что Азербайджан заявит России, российским миротворцам, что здесь, в Карабахе, им нет смысла оставаться. Поэтому нас отправляют обратно, заявляет Нарине Киракосян. Азербайджан сохраняет независимую позицию, несмотря на давление. Азербайджан сохранил независимость, самостоятельность, светский характер государства, имеет свой понятный и четкий проект развития. Движение неприсоединения – мощное объединение государств, которые не хотят входить в антагонизм с кем-либо и не намерены противопоставлять себя с кем-либо, но стараются сохранить свой суверенитет. Очень символично, что Азербайджан сегодня является председателем этой организации, потому что многие годы этой стране удается лавировать между различными интересами, сохраняя свою независимую позицию, несмотря на давление с разных сторон. Об этом российскому бюро Репорт заявил директор Российского центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов. По словам эксперта, Азербайджан сохранил независимость, самостоятельность, светский характер государства. Азербайджан имеет свой понятный и четкий проект развития, который соответствует его возможностям и ресурсам, и в то же время ни с кем не входит в конфликт. В годы существования Нагорно-Карабахского конфликта Азербайджан всегда искал компромисс с армянской стороной, предлагал различные инициативы, которые могли бы урегулировать ситуацию мирным путем, и никогда не участвовал в геополитических играх на чьей-либо стороне. Именно такие принципы Азербайджан демонстрирует на своем примере. Поэтому его председательство движения неприсоединения вполне логично. Сохранение движения неприсоединения и его принципов само по себе говорит о сохранении человеческого в человеке. Азербайджан помог организации сохраниться в этот трудный период. Под председательством этой страны движение неприсоединения не перестало существовать и не изменило своим идеям. «Это уже огромная заслуга и большой вклад, и это самое главное», заключил Иванов. «Президент Ильхам Алиев, мы должны быть готовы к войне в любой момент. Нам говорят, что вопрос должен найти свое решение, либо что этот конфликт все еще не решен», заявил глава азербайджанского государства. «Началась новая эпоха строительства постконфликтного периода. Я неоднократно повторял и хочу еще рассказать, что армян-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт нашел свое решение. Этот конфликт разрешен государством Азербайджан. Мы разрешили этот конфликт в одностороннем порядке. Если кто-то, а до меня доходят разговоры, снова начнет говорить, что вопрос должен найти свое решение, либо что этот конфликт все еще не решен, то это означает, что они на неправильном и опасном пути». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шахидов и инвалидов войны. «Если же этот вопрос не решен, пусть нам объяснят, как это должно найти свое решение. Мы считаем, что период войны уже позади, но несмотря на это мы готовы и должны быть готовы к войне в любой момент». 26 июня, в день вооруженных сил, я сказал об этом в своих заявлениях. «Мы реализуем новые планы, связанные с нашей армией, но при этом наша позиция заключается в том, что конфликт разрешен, и мы восстановили свою территориальную целостность. Мы одержали победу. У нас нет никаких других вопросов, стоящих на повестке дня. Мы вышли к своим границам, взяли под контроль армяно-азербайджанскую границу и начали строительные работы. Если кто-то говорит, что конфликт не разрешен, как же они видят его решение? Что не решено? Если речь идет о статусе Нагорного Карабаха, то я уже говорил, что на территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Это слово-выражение больше не может быть использовано. Нет Нагорного Карабаха, есть Карабах. На основании подписанного мною 7 июля указа была создана Карабахская экономическая зона. Все карабахские районы объединены, сказал глава государства Ильхам Алиев. Азербайджан значительно упрочил свой авторитет в современном мире. Азербайджан проводит самостоятельную внешнюю политику, подчеркивает российский эксперт Игорь Короченко. Движение неприсоединения является очень авторитетной и мощной силой, которая объединяет страны, не примыкающие к тем или иным военным блокам и реализует самостоятельную политику. Председательство Азербайджана в движении неприсоединения – это признание авторитета и уважение Баку как одного из современных политических центров. Об этом российскому бюро «Репорт» заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. По словам эксперта, Азербайджан сегодня значительно упрочил свой авторитет в современном мире, восстановив территориальную целостность и добившись победы во Второй Карабахской войне. Сейчас идет процесс восстановления освобожденных территорий. Вес и силы Азербайджана велики. Это страна, которая проводит самостоятельную внешнюю политику без оглядки на кого бы то ни было. Это очень важно, потому что таких стран очень мало. Поэтому Азербайджан сегодня и стоит во главе движения неприсоединения и смог поднять авторитет и влияние этой организации. Азербайджан сегодня и следовательно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...